Я 10 дней отдыхал в Словакии, катался с гор на лыжах. И находясь среди лыжников и сноубордистов, сделал очень интересные наблюдения. Которые, на мой взгляд, помогут тем, кто занимается этим достаточно экстремальным видом спорта, подольше находиться на лыжах. К сожалению, видео, которое я сделал в дикой природе на горе Ясно, был достаточно сильный ветер и звук записан очень плохо. Ветер просто его перекрывал частично. Но если вы хотите посмотреть виды Словакии, не вопрос. Ссылочку на видео вы сейчас видите перед собой, можете на нее кликнуть. Если вы ее не видите, значит у вас скорее все, что выключены комментарии, вернее, выключены аннотации. И вы не можете остановить видео, включите аннотации, и вы увидите ссылочку, сможете посмотреть это видео, как говорится, живьем. Ну а какие наблюдения я сделал? Они, на мой взгляд, очень интересны. Я посмотрел средний возраст лыжников. Знаете, подавляющее большинство из них, процентов, я не ошибусь, наверное, около 70. Это молодые люди, где-то до 25, максимум 30 лет. Да, они самостоятельные, да, они приехали, они катаются, они наслаждаются, получают удовольствие, но их подавляющее большинство, казалось бы, если человеку это доставляет удовольствие, почему он перестает заниматься этим видом спорта, этим видом активного отдыха? Процентов 20, наверное, было людей среднего возраста, я бы сказал. И около 10% люди достаточно такого зрелого возраста, причем процентов, наверное, 80-90 из них, судя по тому, как они катаются, они впервые стоят просто на лыжах. И я понял, почему это все происходит. Ведь спуск с горы, неважно это лыжи или это сноуборд, предполагает достаточно сильное напряжение мышц, мышц ног и мышц спины. А мышцы перебрасываются обычно через сустав, они крепятся к двум костям, перебрасываются через сустав. Напряжение мышцы сжимает, сустав увеличивает давление внутри сустава. Резко увеличивается расход питательных веществ, и точно так же резко уменьшается приток новых питательных веществ в полость сустава. К чему это приводит? Понятное дело, к дистрофическим процессам. Если вы катаетесь на лыжах, а у вас уже есть хруст в суставах, то вы должны задуматься, что ваши суставы уже в спокойном состоянии не получают полноценное питание. Если у вас, не дай бог, уже и боль в суставах бывает после периода покоя, то это говорит, что явление артроза уже присутствует в суставе. И на таком фоне заниматься таким достаточно экстремальным видом спорта очень сложно. Тем более, что во время спуска с горы не просто мышцы напряжены, отсутствует шаговая нагрузка. То есть давление практически равномерно идет на обе ноги. Лыжник не поднимает ногу с лыжей. Или сноубордист не поднимает ногу. Она всегда стоит на поверхности. Это если двигается человек с небольшой скоростью. Если скорость достаточно прилична, еще хуже. Появляется толчковая нагрузка. Когда лыжник делает поворот, он резко разворачивается и бьет фактически. Резко всем своим весом бьет по тем суставам, которые у него присутствуют в ногах. Это еще в большей степени разбивает хрящи. Но в большей степени я бы сказал позвоночника. Это способ заработать грыжи в любом отделе позвоночника, начиная с поясничного. Казалось бы, когда человек поднимается в гору на подъемнике, тут должно быть облегчение. Но! Тут не всякий подъемник подходит. Если подъемник бугельный, то есть это вас просто привязали веревочкой, там какое-то крепление между ног, и вы просто перемещаетесь по склону горы. Давление на суставы продолжается. Питание, как вы понимаете, все еще не происходит. Если вы поднимаетесь в подъемнике, скажем, кабинка, и стоите там. Вы знаете, я поднимался с людьми, профессионалами. Они все стоят. Да, я понимаю. Для того, чтобы сберечь суставы, нужно топтаться. Хоть здесь как-то обеспечить питание, подкачать питательные вещества в полость сустава. Но если лыжники начнут топтаться в кабинке, она может войти в резонанс и просто оборваться. Это очень опасное занятие. Самый лучший способ подъема – это открытое, фактически, сидение, когда ноги висят. Тут хоть какое-то питание, какая-то кровь может попасть в большей степени коленные суставы, меньше тазобедренный, еще меньше голеностопный. Нога находится фактически как в кандалах, достаточно плотно сжата. В профилактике переломов в случае падения. Но вот такое сжатие нижней конечности приводит к тому, что и питание туда не попадает. Венозная кровь, ей тяжело уйти. Потому что помогает-то оттоку венозной крови икроножные мышцы. А они в данном случае зафиксированы. Движения стопы отсутствуют. Потому что ботинок достаточно жесткий. Он не дает возможность работать икроножными мышцами. Здесь резко увеличивается застой крови. Опять-таки питания нет. Дистрофические процессы развиваться будут. Эти особенности я вот долго анализировал и понял, как от них уйти. Как восстановить сустав. К сожалению, никто из лыжников, вы знаете, я отдыхал в санатории, который предназначен именно для того, чтобы восстанавливать лыжника после таких нагрузок. Знаете, мы ездили в гордом одиночестве. Я со своим сыном. Мы в гордом одиночестве ездили в микроавтобусе, который возил нас на гору. А с горы нам дез нас на восстановление наших суставов. Потому что нужны различные ванны, массажи, души. Есть масса процедур, которые помогают улучшить кровообращение в суставе. Конечно, важно еще, чтобы кровь была не пустая. Потому что, если вы сам себе диетолог, я вас прекрасно понимаю, вы, не зная правильного питания, нажимаете различные проблемы, а потом, соответственно, на этом же питании вы не можете оттуда и выйти. На моем канале есть видео консультации врача-диетолога онлайн. Посмотрите хотя бы его. Там достаточно много такой базовой информации для любого и каждого, чтобы понимать хотя бы основы правильного питания и хоть что-то из этого применять для своего здоровья. Это очень важный момент. Потому что потерять здоровье очень легко. Вернуть сложно. Да, из артроза можно вывести. Но только максимум из третьей стадии. Четвертая стадия артроза это уже анкилоз сустава, это уже пересадка сустава. Увы и ах. С третьей стадии артроза вывести можно. Сложно, но можно. Со второй легко. Важно просто понимать те особенности образа жизни, которые нужно теперь, увы, выполнять. Потому что раньше вы нарушали особенности здорового образа жизни. Почему и появились проблемы. Если вы вовремя начнете заботиться о своем здоровье, я вас уверяю, и суставы будут в порядке, и весь опорно-двительный аппарат будет в порядке, да и здоровье будет в порядке. И катание с гор на лыжах, либо на санках, либо на сноуборде будет приносить вам здоровье. А не с наслаждением уносить его. Это принципиальный момент. На этом я это короткое видео буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А вас попрошу, если оно вам понравилось, поставить лайк, отправить своим друзьям, знакомым. Очень много людей занимается активными видами спорта и считают, что это плюс для здоровья. Потому что они видят, что антураж, свежий воздух, вроде как натуральные продукты питания. Они доступны, все прекрасно. Как правило, там готовят, как говорится, экстемперы перед употреблением. Правда, вода, мало кто приезжает на курорт со своим фильтром для воды. Потому что вода, как вода. Да, вы считаете, что вода в горах должна быть хорошей, я имею свое мнение на эту тему. Видео по воде у меня несколько есть на канале, посмотрите. Это очень важный момент. Чтобы вы не теряли здоровье, а приобретали его или хотя бы сохраняли. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...